Друзья, всем привет! Антон, ответь, пожалуйста, на вопрос, почему ты не ответил людям, как мы заказывали сало? Это секрет. В Израиле, друзья, глобальная новость. Главарь Хизбалы насрала, наконец-то ликвидирован. Помнишь, мы здесь жили и чаще ходили гулять, чем сейчас. А что мы, а как мы едем? Вот этот вот прудик, ребят, выходили, парк, здесь детская площадка. Ой, господи, как я люблю этих лежачих полицейских вообще. К пати едем. А, окей, у него же овощи есть, мне как раз надо. Не закрытый. Жаль. Как нормальные евреи отдыхают, в отличие от меня. И сало, небось, не кушает, да, как ты? Ну, это, по-моему, кушает. А, да? Ну, так, может, не совсем нормальный. Судя по тому, как написали, зачем мы приехали в Израиль, сало есть, ответь, пожалуйста. Нет, для этого. Ну, просто еврей в семье у нас ты, поэтому ответь, пожалуйста. Ты лет назад его ел, и захотелось один раз поесть в Туркан. Ты и на Коль в Израиль приехал. Я? Да. Это сало не должен есть? Сало я и не ел. Я захотел один раз за пять лет. Чтобы вы понимали, там уже осталось небольшие два кусочка, но это не потому, что мы его как бы все уже съели, а потому что как бы многих угостили. Я тоже 30 лет в Украине живу, это не считается? Нет. Что ты надо про меня говорить? Я хохолка. Ты должен есть хумус. Я ему хумусу, сало, все ем. И пью. Все, что горит. Нет. Нет? Не все? Да. Вот так вот эти, ребятки, у нас весело. Ты на эту штуку давно пшикал? Никогда не пшикал. А, да? Класс. Что, для красоты? В общем, мы, ребят, едем в магазин Родина. Мы, ребята, едем на заправку. А, да? Ну, сначала на заправку, а потом в магазин Родина. Вообще, я не знаю, сегодня у меня в планах экспериментировать с выпечкой, если что-то вообще получится. Не знаю, я уже давно такого ничего не делала. И, если честно, мы уже задумывались над тем, зачем я вообще это задумала все. Да, Антон? Люди на всякий случай запасаются бензином. В шаббат обычно никого нет. Потому что люди обычно в шаббат едут где-нибудь отдыхать. Да, но поедем. Сейчас, ребята, внутри у меня написано геолокация Эль-Джиза. Как говорится, в Беруте я уже бывала, теперь Эль-Джиза. Так, приехали мы в Родину, но сегодня, походу, не за море. Вот это мы берем в основном печень трески с Адвина, 18 сейчас. Так, помидоры, огурцы нам не надо. Мы же сразу возьмем, пусть просто будет. Аж консервы, горошек, кукуруза, хайбудо. Такое, наверное, беру, если, например, на оливье, то не вижу, почем. Чтобы было с морковью. Горошек и морковь, 7,90. Вижу, да, пошли сразу на нее. Так, рыба. Здесь рыба. Бармунди свежая. 65, я вообще не знаю, что за рыба. Но есть вот эта вот семга с головой. Минимум где-то 5 килограмм по 50 шекелей. Короче, я такую и брала. Потом вот такая есть соленая. 55 шекелей. Что-то дорого, я вам хочу сказать. Я такую никогда не брала. Не знаю, даже не хочется ее брать, эту фирму. Это хорошая. Не знаю, я только норвежскую беру. Так, морепродукты. Головы калимара. Что за головы калимара? Это занял очередь? Так, занимай. Так, меди. Замороженные вот эти по 20 шекелей. Вот эти вот по 30 креветки, но можно 2 на 50. Вот такие вот крупные. Цена на сыр. Какой-то лазур, да, на блю. 6,90, 7,90. А вот этот 15,90. 15,90. Ну, в общем. Вот эту я обычно беру. И чтобы на засол. По 70 шекелей за килограмм. Потому что она уже почищена. Единственная, как бы, да, есть шкурка, но без костей. Так, ну что ж. Первые будут сосиски в тесте. В общем, пока делаю 4 штучки. Как говорится, на пробу. Эксперимент. Выглядят они, конечно, максимально странно. Особенно в сыром виде. А еще, если бы вы знали, насколько смешно звучала фраза, когда у меня продавец сказала, когда я долго очень выбирала сосиски. Говорит, чем вам помочь? Что вы хотите? Я говорю, мне нужны сосиски определенного размера, длины и толщины. Она тогда меня посмотрела, говорю, да-да, для сосисек в тесте. А то мало ли у кого какая фантазия. Следующая у меня на проверку будет пицца. Сделала сама соус. Колбасы много, сыра много. Достала сосиску в тесте. Сыр, конечно, знатно прям расплавился, поджарился. Не знаю, как вам показать. В общем, вот так вот. Я думаю, тогда украинская семья порадовалась бы, а и израильская. Вот ли. Сделала два на пробу пирожка с повидлом. С одного, правда, больше вытекало повидло. В общем, сегодня у меня вот такие вот проверочки. Конкретно проверка вот этого вот теста, потому что в Израиле покупаю такое тесто готовое, дрожжевое впервые. Я ставлю вместо пирожок еще с молоком скушать. В общем, на пробу сделала два пирожка. Одну вот такую вот пиццу и четыре сосиски в тесте. Но могу отметить, что как бы для пиццы тесто окей подходит. Для пирожков еще пока не знаю. Но есть подозрение, что тоже не особо сосиски в тесте. Ну, короче, Антон сказал, что ему все понравилось. Но при этом я как бы понимаю, какие должны быть. Они должны прям подходить, сдобные. А они как бы не особо подходят. Находится террористическая организация, которая создавалась и действовала, и делала. Ребята, я, конечно, не знаю, на каком это языке песня. Я ее слышала не раз в ТикТок. Но сегодня по всему Израилю отовсюду звучит музыка. И во многих подъездах вешают даже листовки. Типа празднуют то, что насрало, наконец-то ликвидирован. Ну что ж, друзья, сегодня вот такие у нас в Израиле новости. От этого теста, ну, я не скажу, что оно мне прям топчик. Нет. Для пиццы оно нормально. Потому что я на самом деле очень люблю, когда в пицце мало теста и много начинки. Вот. Для пирожков... Честно скажу, не моя тема. Вот. Сосиска в тесте, ну, такое тоже. Я просто знаю, что в Украине я покупала там, где кондитерская была. Вот они делали всякую выпечку и продавали тесто, которое было не замороженное. И у него была совсем другая текстура даже у этого теста. Вот. И оно было реально воздушное, пышное. И изначально, то есть я его пока доносила с магазина, но у меня подходило раза в три. И, естественно, выпечка была шикарная. И в какой-то момент, когда я жила рядом с вот этой вот кондитерской, я не понимала вообще смысла замешивать самое тесто. Туда нужны все равно продукты. Так это еще бешеный труд. Вот. Поэтому я покупала готовое и делала из этого теста все. Абсолютно. Рулеты, булочки, пирожки, пиццу, сосиску в тесте. Короче, миллион всего. И это было очень удобно и выгодно. Так что вот таким сегодня получилось, друзья, видео. Всем огромное спасибо вам за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной дальше. Всем хороших выходных. Хорошей недели. Всем до скорых встреч, надеюсь. И всем пока-пока. Продолжение следует.